2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Ладыка вселенной, избравший нас из среды народов, даровавший нам Тору, плаценты Господь, дающий Тору. Амин. Друзья, и сегодня мы будем, наверное, не один раз говорить о Шавуоте, да? Вот, ну, я думаю, напоминание, оно не повредит нам, чтобы мы поняли, что произошло в этот день. Друзья, в этот день в народ Божий пришло записанное Слово Божье, которое было у Бога и которое есть Бог. Амин. И в этот день также, через много лет, Господь даровал Своей общине, Своей церкви. Он даровал также Духа Святого, Который помогает нам в этой жизни исполнить Слово Божье во всей его полноте. Он дает силу нам для этого, понимаете? То есть Бог даровал нам и Сына, значит, и в виде Слова, да, в форме Слова, и Духа Своего даровал. Бог даровал Себя самого Своему народу для того, чтобы Его народ имел возможность ходить перед Ним и иметь благословение и, в конечном счете, спасение. Амин. И сегодня мы рассмотрим очередной раздел Тор из книги «Бемидбар», ну, или числа, название которого обозначают «в пустыне». Потому что «Бемидбар» это обозначает «в пустыне». И когда мы говорим числа, вроде не очень понятно, а в пустыне все понятно. Потому что как раз этот раздел, вернее, вся книга, она от 38 годах хождения в пустыне. Вот, значит, и начинается, мы первые четыре главы сегодня начинаем изучать, и здесь говорится о том, что, ну, короче, народ готовится к походу. Поход, по идее, мог быть недолгим, там буквально считанные дни, но в результате он растянулся на много сотен раз больше. Вот, и книга «Числа» или «Бемидбар», она говорит о том, ну, первое, как не попадать в пустыню, потому что это для нас тоже образ. А во-вторых, если уже попал, то как там жить, чтобы это было не так долго и чтобы это было не так болезненно. То есть она помогает, она дает много образов в этом плане. Вот, и я надеюсь, что сегодняшний мой комментарий тоже нам поможет что-то помнить из того, что Господь нам хотел сказать. Ну, здесь говорится о том, что Бог повелевает провести перепись мужчин Израиля, годных для войны, отдельно производится перепись левитов, определяются некоторые обязанности священников и обязанности каждому семейству левитов относительно Скини. И говорится также вот то, о чем я хочу сегодня говорить. И сказал, это у нас третья глава книги «Бемидбар» с пятого стиха, несколько стихов. «И сказал Господь Маше, говоря, приведи колено левины, поставив его пред Аароном священникам, чтобы они служили ему. И пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при Скинии собрания, чтобы отправлять службы при Скинии. И пусть хранят все вещи из Скинии собрания и будут на страже за сыновой Израиля, чтобы отправлять службы при Скинии. «А Аарону же и сынам его поручи», вот о чем я буду говорить, чтобы они наблюдали священническую должность свою. О наблюдении священнической должности. Ну, наблюдение здесь, вы сами понимаете, не то, чтобы наблюдать со стороны. Как там моя священническая должность идет, да? Здесь говорится о соблюдении. Бог говорит, пусть они понимают и исполняют сердцевину своей священнической службы. И, конечно, я это делаю, потому что в планах Господа, в намерениях Бога сделать Израиль народом священников, как это говорится в исходе 19.6, «А вы будете у меня царством священников и народом святым». И мы знаем, когда мы читаем пророков, да, когда мы читаем все слово, мы видим, что народ Израиля так и будет. В царстве Ешоа, в тысячелетнем царстве Машеха, он будет священником. Израиль, он будет народом священником, он будет народом святым. И, конечно же, я это делаю, прежде всего, также в связи с тем, что мы знаем, что мы, как верующие Брит Хадаша, мы являемся, ну, мы имеем священство. То есть все из нас выполняют также в определенной степени священнические функции. То есть мы видим здесь, да, параллели. В 1 Петра 2.9 говорится, «Но вы род избранное, царское священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Поэтому давайте мы поймем, в чем для нас прежде всего, ну, понятно, что и для тех священников, и для нас, в чем для нас наблюдение. Потому что Бог, Он не меняется. Если Он тем священникам говорил наблюдать, то поверьте, что нам тоже надо наблюдать, раз мы, ну, написано царственное священство, будем сейчас разбираться, что это обозначает. Итак, что должны были делать священники, которое, ну, священство того времени, да, при Скинии? Второзаконие 33.8.10. Я не читаю, вот, достаточно длинно, я коротко говорю. Говорит о том, что священник доносит до людей Божью волю, учит народ соблюдать Божьи постановления и законы, является служителем из Скинии и участвует в поклонении и жертвоприношении. Ну, так, это словами моими. А вот ярко об этом сказано у Малахия 2.7. Смотрите. «Ибо уста священника должны хранить введение, и они, и мы, понятно, должны хранить введение, и законно ищут от уст его, потому что он вестник Господа Савофа». То есть то, о чем я сказал, вот оно коротко, поэтично, очень сильно сказано здесь. У Эзекииля 44.22 еще мне очень нравятся, я постоянно помню эти слова. «Они, то есть священники, должны учить народ мой, отличать священное от несвященного, и объяснять им, что есть чисто и что есть нечисто». Вы знаете, из-за этим мы не должны забывать главное. Потому что когда мы смотрим на священников, мы как бы видим их в действии. Мы видим, что они при Скинии, мы видим, что они приносят жертвы. И как бы получается, что вот это главное, в этом суть – приносить жертвы. Но давайте мы не будем забывать, зачем было поставлено Скиния. Давайте не забывать, зачем были поставлены священники, зачем жертвы. Друзья, это все идет от Эдема, оно идет от грехопадения, и от того, что люди, они утеряли связь с Господом. И то, что делали священники, то, чему служила Скиния, она служила восстановлению отношений между Богом и человеком. Вернее так, между человеками и Богом. Бог, он никогда не терял этого. Поэтому они были поставлены на это. И это было главным, и это является главным. И вообще, это главная тема Библии всей. Все, о чем говорит Библия, она говорит только об этом. Только о восстановлении отношений, о хождении перед Богом, о целях Божьих для нашей жизни. Так, идем дальше, к священству Нового Завета. Переходим. Возвращаемся к 1 Петру 2.9. О чем я говорил? Повторяем. Ну вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Ну и здесь, как бы, в связи с тем, что здесь применяют слова царственное и возвещать, здесь, как бы, такая возникает представление. А у некоторых, хочу сказать, оно такое и есть. И теории у нас есть, вернее, такие есть, скажем так, не теории, а учения, да, о том, что мы цари, мы священники, мы идем и так далее. Люди забывают, что Павел говорил об этом там кое-кому, да. Конечно, вы говорите, что вы царствуете, хотел бы я вообще-то царствовать с вами, но что-то не получается, это царство у вас. Значит, то есть, как бы такой, знаете, вот такой человек в белых одеждах, да, вот стоящий там вот и возвещающий, да. Слушайте меня, я вам возвещу сейчас, о чем покаетесь, грешники, там, и так далее, да. Ну, смотрите, вот когда мы начинаем, как бы, более пристально всматриваться в этот стих, да, что мы видим? Священство царственное, это все-таки в синодальном переводе. В ряде переводов, и я с этим согласен, особенно в дословных переводах, да, мы видим, что там говорится о священниках царя, да, или царское священство. Это уже немножко другое, да, или царственный такой, условно говоря, царствующий священник, да, или слуга царя, ну, есть разница вообще-то, да, вот, это первое, вот. И насчет возвещения, вот смотрите, что Петр дальше говорит о том, как он сказал возвещать, да, и что он дальше пишет. Это Петра 2.11, это было 2.9, теперь 2.11. Возлюбленные, это он к нам говорит. Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Во, первое, что мы должны подумать о том, прежде чем возвещать, да. И, смотрите, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы не за то, что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Добродетельная жизнь, друзья, она возвещает прежде всего, ну, так Петр об этом пишет. Говорит, ваша добродетельная жизнь, она возвещает о том, что Бог живой. Она возвещает о том, что возможно изменение. Ты вчера был никем, ты вчера погибал, да, на тебя ты считался отбросами общества, а сегодня ты человек, и люди смотрят, и это возвещает им, да. Ты вчера был, условно говоря, чернородный или чернородная, да, там всех проклинала, а сегодня ты человек благословляющий, да. Вчера в твоей жизни мудрости не было вообще, а сегодня люди наблюдают и говорят, в этом есть мудрость. Ты вообще откуда, почему у тебя такие изменения, да. Вот. Ешо об этом сказал так. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы не видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. То есть он говорит о свете, да, о том, что если мы проводим эту жизнь, ну, добродетельную жизнь, да, то это является светом. Но, друзья, свет, он подразумевает, что есть источник света вообще-то, да. Что ты не просто, ты же не приходишь и не говоришь, я есть свет, слушайте меня, видите, я свет, ну, смешно, да, выглядит. Вот, поэтому ты приходишь и люди видят, видят, пришел свет. То есть есть источник света, и он находится, ну, все описание, ну, Брит Хаташана говорит, что наш свет, он находится внутри, в сердце нашем, да, которое мы должны хранить больше всего. И дальше Ишуа сказал так, я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Аминь? Друзья, вот, то есть наше следование, да, то есть отображение характера Ишуа, вот, он является, это как бы тот вывод, которому я подвожу, да, то есть он является нашим наблюдением священничества в наши дни. То есть мы своим характером, своим поведением, мы свидетельствуем этому миру о том, что Бог таки живой, да, о том, что Ишуа, его жертва не напрасна. Вот, что говорит нам о том, что та жертва, то есть священники того времени, они делали упор на жертве, да, вот, и мы тоже делаем на жертве, но только мы делаем упор на жертве через свою жертву, да, то есть вы помните, Римлянам 1-2, приносим себя в жертву, следуем, ну, имеется в виду живую жертву, слава Богу, да, значит, следуем для Господа, и этот свет, который отображается в нашей жизни, он свидетельствует, он свидетельствует миру о том, что есть Бог живой. И в связи с этим наполню Галатом 5-22, что свидетельствует, какие качества, да, вот, плод же Духа, сила, помазание, нет, дары, нет, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Подразумевается, предыдущий, что и сила, и дары, они придут, если будет вот это, они будут истинными, если будет вот этот плод Духа. Вот что Бог от нас ожидает. И я хочу, знаете, ободрением для нас будет то, что, знаете, ну, не надо быть великим ученым, да, там, доктором библейских наук, вот, значит, там, теологических наук, да, значит, для того, чтобы свидетельствовать своей жизнью о том, что Ешоя есть живой, да. Уже приходя к Ешо, да, принимая его Господом и Спасителем, он уже производит в нас определенные изменения в нашей жизни, и мы можем свидетельствовать этими изменениями. Мы можем свидетельствовать для наших семей, жены мужьям, мужья женам, да, родителей детям, значит, мы можем свидетельствовать о внутренних изменениях нашим сослуживцам, не говоря об этом, просто светя им, да, своим внутренним миром. Вот, мы можем, да, везде, даже в очереди в больницы, где всегда, вы знаете, совсем небожеские страсти там в очередях, да, и там может быть свет вообще в любом месте, куда приходит верующий, там с ним приходит и Ешоа, приходит его свет. В латинском языке нашел такое, есть священник, называется понтификс, в переводе строитель мостов, вот, понимаете, то есть это хороший такой образ, да, хороший образ, который показывает, что мы тоже, вот именно строители, да, то есть мы не посредники, но мы те, кто помогают людям, вот, находить этот путь, вот, Господу, да, которые помогают ему стать на этот путь, который есть, путь прямой, и на котором написано даже простой, он не заблудится, и он получит спасение, и он получит благословение в жизни здесь и сейчас. Давайте, знаете что, давайте мы коротко помолимся, всклоним наши головы, вот, или кто хочет, встанем, да, и помолимся. Драгоценный Бог, наш Отец, да будет имя Твоего благословенно, Господи, мы славим Твоими, мы благодарим, Боже, за то, что Ты дал нам все для того, чтобы исполнять священнические функции, Ты дал нам Писание, Ты дал нам Духа Святого, Боже, Господь, Ты дал нам силу, Господь, мудрость, помазание, Ты все дал нам, Господь, дал нам, Господь, Боже, нам осталось только это сделать, Господь, помоги нам это сделать, Духом Твоим, Господь, Господь, Твоей любовью, Боже, Господь, заботы Твоей. Помоги нам, Боже, быть теми, кто несет Твой свет, Боже, в этот мир, Господь, кто помогает людям находить, Боже, путь к Тебе и восстанавливать отношения с Тобою. Во имя Ишоа Мессии. Аминь. 2018 год это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Продолжение следует...